Всем привет, мои хорошие! С вами Айки Эмири и сегодня я снимаю для вас видео с чипсами, сухариками. Это была идея моей мамы. Сейчас мы это все будем распаковывать и кушать. И еще здесь у нас сыр-косичка. Вот. Вот. А запивать, как вы думаете, чем мы будем? Чаем! Как бы так убрать, чтобы ничего не шуршало? Лейс чита схрустим. Начнем мы вот с таких чипсов, которые называются ПРО Чипс. Они, кстати, очень дорогие. По крайней мере, мама так увидела. Не знаю. Идея этого видео целиком и полностью посвящена маме. Пробуем. Вообще, мои любимые чипсы, это, конечно же, Лейс. Я, кроме как Лейс, ни одни чипсы не признаю. Вот нет. Как вкусно, ребята! Они по вкусу напоминают Принглс. И запиваю я чаем. Я понимаю, что это совершенно не сочетается, но я прям люблю чай. Где, возможно, запиваю чаем. Обалденные чипсы. Вот реально. Это сочетание Лейса и Принглса. Они стоят своих денег. Мама сказала, что большая упаковка. Чуть больше этой стоила 2 моната. Эта точно не помню, сколько стоила. Следующий у нас хрустим. Похрустим, что ли? Хрустим я кушала до этого тоже. Одно время, в детстве, наверное, когда я была где-то, наверное, в третьем, в четвертом классе, было очень модно три корочки. Кто помнит, пишите в комментариях. И стоили они, знаете, очень дешево, что-то в районе. Трех-четырех рублей. Я помню, чипсы стоили дороже, а сухарики стоили дешевле. И мы с братом шли и покупали сухарики. Они, кстати, были очень жесткие. А эти, они хрустящие и в то же время не совсем жесткие. Не знаю, зайдет, не зайдет подобное видео. Ну, я прям соскучилась по чипсам. А мама говорит, почему бы тебе не снять такое видео? Я такая думаю, действительно. А это я всегда делаю вот так. Еще. Еще. Сравнивать чипсы с сухариками не совсем правильно. Так что давайте приступим к следующим чипсам. Это у нас читес. Если честно, читес я не очень люблю, потому что мне они напоминают какие-то супер с консервантами, что ли. Понятное дело, что это тоже не натуральные, но вот эти прям очень много специй. Ой, мне уже не нравится. Знаете, пахнет каким-то орехом. А, действительно, они с фисташками. Сухарики с фисташками. Не падай. Здесь еще осталось. Чипсы с фисташками, это как там, ну... Ну, не то. Я смотрела своего любимого блогера Пушман, и как-то во влоге она показывала, что у нее на кухне есть отдельная полочка для чипсов. Я думаю, куда бы здесь сделать полочку для чипсов. Ну, так себе. Кушать можно, но не вау. Сейчас все в комментариях напишут, вот сейчас посюда пиво. А я не пью. Вообще. От слова ваашпи. Вот сидим на карантине, и вот, если честно, везде есть свои плюсы. Я вообще перестала покупать косметику. Я перестала покупать, не знаю, расчески, какие-то, знаете, умывалки. Я просто пользуюсь тем, что у меня есть. И все. И пытаюсь закончить всю косметику, которая у меня есть. Вам тоже самое советую. Я заметила, что я так классно экономлю. Вот раньше я себе в начале месяца говорила. В этом месяце все. Айка экономит. В конце месяца вижу, ой нет, опять что-то прикупила. Какую-то там юбочку на скидке увидела. Куда-то там в магазин заглянула. А сейчас уже все. Ничего такого нет. И последний, мой любимчик, это лейс. С моим любимым ароматом, это паприка. Кстати, мы с мамой готовили домашние чипсы. Ссылочку я оставлю вам в боксе, если хотите, перейдите. Получается просто бомба, почти такие. О, любимый лейс. Лейс, если честно, на упаковке ставят меньше, чем другие производители. Вы офигели. Минуточка, смотри. Как же вкусно. Знаете, здесь все портят вот эти вот. Пахнет каким-то орешком. Ну куда чипсы, куда орешки. Вообще не нравится. Я, кстати, читала комментарии под позу в вчерашнем видео. И там одна девочка меня спрашивала о моем. Я точно не помню, как ее зовут, извиняюсь. О моем идеале женской красоты. Вот кто из блогеров, девочек в России является моим идеалом и талоном. Как одеваются. Не знаю. Мне очень нравятся фотографии в инстаграме. Вообще, как человек в видео. Мариновый. Она настолько красивая, как с картинки. Когда я вижу таких красивых девушек, я смотрю потом на себя и думаю, господи мой, какой ужас. Но пока что я ничего в себе менять не хочу. Пока что не знаю, что будет завтра. Но я считаю, что пока у тебя молодая кожа, нету морщин и все такое, ты можешь походить и так. Смотрела интервью Леру Кудрявцевой. И она говорила, что она вытащила свои импланты. Груди. И она успела вовремя. И то есть, если бы она вовремя бы не вытащила их, у нее могли быть какие-то осложнения. Вот когда нам врачи говорят, что это безопасно, это на всю жизнь, даже если поезд переедет в себя, импланты останутся на месте. Это не совсем правда. Нужно это понимать. И без особой такой, знаете, супернадобности не ложится под нож хирурга. Но если есть какие-то комплексы у человека, если действительно есть очень такие, знаете, прям глобальные проблемы, то можно увеличить губы, не знаю, сделать себе скулы, овал лица. Вот эти инъекции, мне кажется, это ерунда. А вот когда уже с наркозом, пластическая операция для меня, это уже что-то страшное. Так вот, я смотрю на Машу Эй, и она, естественно, такая красивая. То есть, она родилась такой. И это еще больше. Мне нравится в ней. Вот даже в те же времена была модна еще Катя Клэп. Но я смотрела Машу. Если вы тоже, если вы тоже с тех времен, напишите в комментариях. Вот. Прыгалка. Люблю сыр. Люблю чипсы, особенно, когда смотришь какой-то фильм. Вместо попкорма я беру чипсы. Я вообще о другом хотела говорить. У меня сразу мысли, знаете, куда-то улетучиваются. Я веду к тому, что после того, как вот этот вот карантин, эпидемия и все такое, пандемия, я очень сильно экономлю. Я очень-очень экономлю. Я думаю, если я привыкну так экономить, может быть, когда-нибудь я куплю себе машину. Если не куплю компьютер для Симса, не буду играть, как задрот. Это, конечно, планы, мечты. Не всегда планы получаются так, как мы хотим. Я просто со всем делюсь с вами, потому что я считаю вас тоже своей семьей. Я заметила, что реально вот вообще ни на что не трачу. Вот только продукты и все. Никакой косметики, бижутерии. Оказывается, на этот хлам столько денег уходило. Я вообще сделала зачистку у себя дома. Столько хлама набралось, который я хочу выбросить. Я хочу снять видео и кое-что интересное. Даже показать вам, что я собираюсь выбросить. В одном из влогов я вам показывала те вещи, которые я собираюсь отдать. Вкусно сейчас. Вот эти чипсы. Как они называются? Про-чипсы с сыром. Обалденно. Обязательно попробуйте. Такой необычный вкус. Чем-то напоминает Принглс. И в сочетании с вот этим вот хрустом Лейса. Поэтому как-то так. К сожалению, чтобы закончить это все. Съесть все. Мне понадобится еще час. Поэтому мы с вами будем закругляться. Вот я люблю фрукты с чаем. Чипсы с чаем. Потом пиццу я очень люблю с колой. Фастфуд очень люблю с колой. Какие-то домашние, не знаю, тефтельки, не знаю. Короче, домашнюю еду я люблю с водой, с лимоном. Очень странное сочетание. Но когда я кушаю мороженое, мне очень хочется запивать чай. Если я не одна такая, то пишите в комментариях. Мне реально очень интересно. Еще такой момент. В инстаграме я всегда спрашиваю вас, какое видео мне снять. И я устроила вопрос. Что вы хотите? Влог или видео про лазерную операцию? И большинство ответило про лазерную операцию. 57% по-моему. Поэтому сейчас, после съемки этого видео, я бегу в другую комнату. И там буду снимать для вас видео про лазерную операцию. Плюсы, минусы, можно ли навсегда избавиться. На этом все. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. Также, если вы хотите участвовать в вопросах, что же будет в следующем видео, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok